Беглов Алексей Львович Беглов Алексей Львович Родился в 1974 году. В 1997 году окончил филологический факультет Московского государственного университета. Кандидат исторических наук. Я бы сказал, что уточнением темы моего доклада будет именно то, что я буду говорить о проблемах, связанных с осмыслением феномена нового мученичества, мученичества советского периода, осмыслениями общих каких-то проблем с ним связанных, а также тех конкретных примеров жизни новомучеников, которые, по моему мнению, могли бы лечь в основу этого осмысления. Ну, я думаю, что будет тривиально повторять тот тезис, что XX век, собственно, является для русской церкви, прежде всего, веком мученического, исповеднического подвига, и подвига по своим масштабам, о чем говорили многие-многие современники, но что как-то последнее примерно полтора десятилетия стерлась из церковного дискурса, мученичества по своим масштабам, сопоставимого с мученичеством первых веков. И думается, что понятно, что этот опыт новомучеников должен был бы быть главным и первым предметом богословского осмысления нашей церкви на протяжении недолгого двадцатилетия свободы. Однако он таковым не стал. Собственно, в процессе подготовки этого сообщения я обнаружил, что работ, которые посвящены непосредственно осмыслению тому, что такое мученичество, можно пересчитать на пальцах одной руки. Причем некоторые из них просто развивают тему друг друга. Здесь, конечно, безусловно, нужно назвать одну из интересных работ Анны Ильиничной Шмани-Великановой, которая этому вопросу посвящена, ну и некоторые другие косвенные работы, которые я также и упомянул. Мой доклад не будет размышлением богослова, а размышлением историка. И я бы просто хотел бы предложить несколько направлений, несколько размышлений о том, в каком направлении могло бы двигаться это осмысление, осмысление опыта новомучеников. Как я уже сказал, сопоставление опыта мучеников 20-го столетия, российских мучеников 20-го столетия и опыта мучеников первых веков, оно для современников этого подвига было достаточно распространенным. Однако уже в наши дни обращалось внимание и на существенные отличия этих явлений. Прежде всего, можно задаться вопросом, собственно, если мученик является свидетелем, и первый мученик является свидетелем Христового воскресения, который был поставлен перед выбором, вера во Христа и смерть, или отречение от Него и сохранение жизни, если первый мученик выбрал веру и пребывание со Спасителем, и тем самым засвидетельствовал истинность Его воскресения, то можно поставить вопрос, о чем, собственно, свидетельствует новый мученик. Ведь не секрет, если мы будем вглядываться в конкретное проявление советской репрессивной политики 20-го столетия, мы увидим, что у подавляющего большинства замученных христиан, в общем-то, выбора никакого не было. Они подвергались репрессиям, о чем я немножко позже скажу подробней, как, так сказать, в качестве, как в силу принадлежности к определенным списочным категориям духовенства, кулаков и так далее, которые заведомо подлежали репрессиям, и фактически никто ни при их аресте, ни позже никакого выбора им не давал. Не было, так сказать, условия отречься или, значит, и сохранить жизнь, или же все-таки последовать за Христом. Конечно, были определенные исключения из этих правил. Несколько известных примеров, описанных в литературе, связанных с опытом гражданской войны, которое было вообще, так сказать, опытом, ну, так сказать, исключительным и находящимся еще вне советской репрессивной политики. И все-таки это были единичные опыты. А другой опыт, более интересный, связан с практикой, с попытками советской системы в первой половине 30-х годов, до Большого террора, добиться такого массового публичного отречения духовенства от САНа. С чем, собственно, там, так сказать, принимались определенные решения о восстановлении гражданских прав духовенства, который в будущем отречется от САНа, как предполагалось, с восстановлением его прав на работу, на обучение детей и так далее и тому подобное. Так вот, мне попадалась переписка соответствующая комиссии в ЦИК по культам первой половины 30-х годов, которая свидетельствует о том, что, собственно, это, как и многое в советской системе, эта попытка подкупить духовенство проваливалась просто потому, что даже отрекшиеся от САНа в общем не получали никаких на местах, там, где они находились, не восстанавливались ни в гражданских правах, не получали ни карточки, от которых тогда зависела жизнь, и не получали, как правило, работу. Или все это было связано с такими сложностями, которые, в общем, сводили все это отречение на нет. Можно вспомнить о том, что в данном случае дьявол является лжецом, который обманывал тех, кто, собственно, поддался его искушению. В любом случае, более того, даже те, кто, собственно, отрекся от САНа в начале 30-х, вовсе не гарантировали себе жизнь в второй половине 30-х. Таким образом, вопрос, собственно, выбора, он очень проблемный для осмысления опыта новомучеников. Здесь можно вспомнить афоризм Варлама Шаламова, который сказал, что в лагерях нет героев, есть только жертвы. Если это так, то в чем же подвиг новомучеников? Упомянутая мной Анна Ильинична Шмайна Великанова предложила другое прочтение. Мученики, по ее мнению, свидетельствуют не о воскресении, а о долговской жертве. И если, так сказать, таким образом, ее логика такова, если мученики первых веков свидетельствовали о воскресении, свидетельствовали о божественной природе Спасителя, то мученики нового времени свидетельствуют о, так сказать, человеческой природе Христа, о смертной его природе, напоминая, что он был причастен обеим природам в своем воплощении. Между тем, чисто исторически такой подход также вызывает ряд вопросов. Главный вопрос, который возникает, например, у меня, это в том, что если мы действительно обращаем внимание, прежде всего, на то, что мученики в такой трактовке оказались только малой частью невинно пострадавших в годы политических репрессий, сотен тысяч и, возможно, миллионов, причем мы как бы их выделяем из этого сонно пострадавших только, условно говоря, по профессиональному признаку, возникает вопрос, собственно, а почему бы нам тогда, например, не сделать следующий шаг и не причислить к этому сону новомучеников и, допустим, всех раскулаченных христиан, которые, безусловно, были христианами, которые, безусловно, были верующими, крещенными людьми, которые, безвинно, абсолютно погибли в болотах вокруг Ханты-Мансийска и так далее, к северу от этих мест, просто утонув, опять же, тысячами в холодной болотной грязи. Почему, собственно, где мы найдем качественную границу между подвигом действительно мучеников, если они свидетельствуют только о смерти, и вот этим массовым безвинным страданием? С другой стороны, есть и другая точка зрения на эту проблему, которая пытается осознать мученичество советского периода как героизм, как подвиг сопротивления власти. Не буду здесь, к сожалению, не буду подробно об этом говорить. Чтобы надержать, особо наделить содержанием соответствующий этот подход, в фокусе такой интерпретации оказываются церковные движения, персоналии, которые достаточно ярко в той или иной степени проявляли свою оппозиционность, режиму прежде всего, политическую оппозиционность, и тогда мы фокусируемся на так называемых катакомбных движениях, или оппозиционность церковна. Логика такая, коль скоро не было политической оппозиции, давайте посмотрим на церковную оппозицию. И в такой трактовке мученичество церковное явление систематизируется в рамках бинарной оппозиции, сопротивление, верзу сколлаборационизм. И церковные оппозиционеры оказываются героями сопротивления, а священнослужители, миряне, сохранявшие верность священному началью, вне зависимости от их жизненной позиции, оказываются под подозрением в потворстве режиму. Между чем понятно, что если мы будем рассматривать конкретные примеры, все оказывается гораздо сложнее. Во-первых, оппозиционеры далеко не всегда выражали свою политическую нелояльность. Есть достаточно известные, допустим, имена киевских оппозиционеров и других, которые придерживались достаточно выдержанной позиции на этот счет. Более того, даже дистанцировались от характерной для церковной оппозиции антиколхозной риторики. С другой стороны, что нам делать с мученичеством значительной части патриаршей церкви, которая оставалась верна священному началью, просто по количеству приходов, условно говоря, это была большая часть церкви. И тогда, если мы будем квалифицировать ее позицию как коллаборационизм, это будет примерно то же, что обвинять в коллаборационизме раскулаченных и загнанных в колхоз крестьян. Таким образом, мы видим, что парадигма мучеников как жертв размывает понимание мученичества, делает его слишком широким. А парадигма мучеников как героев, как оппозиционеров и диссидентов, его сужает. А главное, искажает наше понимание этого феномена, чрезмерно акцентирует церковно-политический акцент церковной истории 20-го столетия. Поэтому, как мне представляется, эти два подхода могут быть учтены, но не могут нас удовлетворить окончательно. Я думаю, что для осмысления подвига новомучеников необходимо обратить внимание на особенности советской репрессивной политики, на то, в чем, собственно, она конкретно выражалась. Массовые репрессии 20-х-50-х годов с их арестами, лагерями и казнями, как представляется, были только вершиной айсберга советской репрессивной политики, которая в своей основе, в невидимой части этого айсберга, сводилась к политике массовой социальной сегрегации. Сегрегация по классовому признаку была официальной политикой советской власти в 1836 году, закрепленной в первых конституциях. Целые категории жителей Советской Республики были лишены гражданских прав, пассивного и активного избирательного права. Среди этих категорий были бывшие дворяне, бывшие крупные собственники, духовенство, представители армии и полиции старого порядка, а с начала 30-х раскулаченные крестьяне. Лишение гражданских прав, зачисление в категорию лишенцев, для этих людей было только началом испытаний, поскольку именно они попадали под каток повышенного налогообложения, именно они в первую очередь подлежали выселению из крупных городов во время их чисток, именно их дети были лишены права на высшее образование, они были лишены доступа к централизованному снабжению продовольствием в период существования карточной системы, что фактически означало обреченность на голодную смерть, именно они в конце концов оказывались в первую очередь в числе политически неблагонадежных, а значит, кандидатов на политическую репрессию. С 36-го года категория лишенцев формально была упразднена, но социальная сегрегация фактически продолжала оставаться нормой советской политики в последующие десятилетия. Наряду с открыто декларировавшейся классовой сегрегацией существовала тайная, но в общем известная всем жителям страны. Сегрегация по другим признакам. Среди этих признаков были религиозная принадлежность, принадлежность к считавшейся неблагонадежной национальной группе – поляки, латыши, немцы и так далее, или локальной группе – харбинцы, принадлежность к социально маркированным индивиантным группам – ранее судимые, бездомные, проститутки и так далее. При этом все это была именно социальная сегрегация, поскольку человек, кто или иной ущемленный в правах категории, относили не на основании его доказанных преступлений, а на основании учетных, то есть анкетных данных и характерных черт его поведения – хождение в церковь, прошайничество и так далее. Только формальная принадлежность к той или иной группе населения, которая в данный момент квалифицировалась как вражеская, была достаточным основанием и для расстрела в ходе многочисленных массовых операций о ГУПО и НКВД – кулацкой, офицерской, национальных и так далее. Собственно, напомню, что основные репрессированные волны в отношении населения советской страны и в отношении, конечно, верующих проходили именно в ходе этих массовых операций, а не в качестве адресных, так сказать, арестов. Что может нам дать взгляд на советскую репрессивную политику как на политику массовой и социальной сегрегации для осмысления подвига новомучеников? Думается достаточно много. Верующие были одной из главных категорий населения, подвергавшейся различным притеснениям. Конечно, основной удар в сегрегационной политике советской власти приходился на духовенство и монашествующих. Но и рядовые верующие оказывались под постоянным давлением. Явная, проявленная церковная позиция была чревата серьезными осложнениями на работе и дома, особенно в коммунальных квартирах. Она непременно оборачивалась препятствиями в карьерном росте. Верующие могли подвергнуться давлению комсомола, общественников, других организаций, занимавшихся антирелигиозной пропагандой. Изменения рабочего графика на производстве «десятидневка» и «пятидневка» делали невозможным посещение храмов по воскресеньям. В конце концов, контакты с духовенством могли стать поводом для обвинения рядовых верующих в участии в антисоветских организациях и сделать их объектом репрессий. В этой ситуации продолжение обыденной повседневной религиозной жизни становилось подвигом и означало то, что те, кто продолжали жить церковной жизнью, сделали осознанный и очень непростой в тех условиях выбор. Этот выбор означал принесение маленькой или более существенной жертвы, и, что важно, готовность к еще большей жертве. Если духовенство, монашествующее, часто члены приходского управления, были обречены, то многие рядовые прихожане действительно выбирали между верой, которая сулила опасности, и молчаливым, негласным, но все же отречением. Обыденный выбор в пользу веры, сделанный массами верующих, поддерживал духовенство и иерархию, давал жизнь церкви. Собственно, благодаря ему, несмотря на все усилия власти, страна продолжала принадлежать христианской цивилизации. Иначе говоря, если сотни тысяч иерархов, священников и верующих, приняли смерть, то миллионы были готовы это сделать. Жизнь во Христе для них стала главной ценностью. Ради ее сохранения они готовы были терпеть мелкие и большие протеснения, подвергать себя малым и существенным опасностям. Тем самым, при осмыслении подвига новомучеников, мы должны перенести внимание с казни и смерти на обстоятельства их жизни, на тот обыденный повседневный подвиг и их и их близких, который предшествовал их аресту. Арест в данном случае оказывался логическим завершением жизни. Их выбор был сделан заранее. Это был выбор в жизни, а не выбор в смерти. Пострадавшие и прославленные новомученики оказываются в таком случае своего рода авангардом многих и многих верующих, которые также на своем месте и в силу своего призвания хранили верность Церкви и Спасителю в повседневной жизни. Опыт жизни новомучеников оказывается квинтэссенцией опыта всех верных Российской Церкви этого периода. А значит, почитая новомучеников, мы чтим подвиг всех российских христиан 20-го столетия, которые не побоялись продолжать жить во Христе в воинствующих антихристианских условиях. При этом такой взгляд не означает нового размывания понимания мученичества, как это было в случае парадигмы жертв. Но означает нахождение новых границ этого феномена. Эти границы определяются обнаружением реальных христианских практик в жизни верующего, которого мы почитаем как новомученика. Эти поступки, сохраненные документами и церковным преданием, выделяют его из ряда его современников. Таким образом, понимая подвиг новомучеников как подвиг продолжения жизни во Христе, мы должны более пристальное внимание обратить на характеристики этой жизни, на реальные ее обстоятельства. И выясняется, что мы оказываемся перед широким полем, на котором существует самое многообразное проявление обыденного христианского подвига. Представляется, что эти формы христианской жизни, характерные для этой эпохи, могут быть разделены на три категории. Во-первых, речь может идти о новых формах общественно-церковного устроения, созданных этой эпохой. Во-вторых, о новых жизненных практиках христиан, актуализированных гонениями. И, наконец, в-третьих, об интектуальном ответе данным поколением новомучеников и исповедников на вызовы своего времени. Все это и может быть осознанно как опыт новомучеников и исповедников российских. Очень кратко, сокращая последующие разделы, попытаюсь охарактеризовать каждую из этих категорий в свете достижений новейшей историографии. Что касается церковно-общественной активности поколения христиан, этого поколения христиан, хочу обратить внимание на то, что рубеж десятых-двадцатых годов стал временем бурного роста церковно-общественных объединений. Братств, союзов, союзов приходов, различных кружков и так далее и тому подобное. Все это приходило, собственно, на фоне активизации приходской жизни, активизации работы с молодежью, благотворительной деятельности приходов, просветительской деятельности и подобным. Причем этот рост церковно-общественных объединений происходил на разных уровнях. На уровне, собственно, приходов, на уровне локальном и на уровне более крупном, на уровне регионов, городов, нескольких, так сказать, каких-то конгломераций и так далее. Причиной возникновения такого движения, на мой взгляд, стали две вещи. Во-первых, три вещи. Во-первых, исчезновение бюрократического синодального контроля, поддержка иерархии этого движения, прежде всего, лично святителя Тихона, и, собственно, начавшееся гонение. Интересно, что законодательство, приходской устав собора 17-18 года, я думаю, здесь не играл ровным счетом никакой роли. Это был ответ верующих на гонения, в рамках которых они были готовы пожертвовать собой, даже жизнью, для сохранения церковного достояния. Наиболее крупное, известное здесь, конечно, Александра Невская братство в Петрограде, возникшее в 18-м году и просуществовавшее в разных формах до 30-х годов. Не буду характеризовать его деятельность. Также известно, достаточно крупное братство в Москве отца Романа Медведя, священноисповедника, Свято Алексеевская, и так далее, и так далее. На самом деле, мы знаем только по именам, по крайней мере, таких сейчас несколько десятков. Деятельность этих объединений, как я уже отметил, была очень многосторонна. И просветительская, и благотворительная, и работа с, так сказать, неблагополучными социальными группами в городах, в Петрограде в частности, с рабочими алкоголиками. И даже сохранение аскетической традиции, потому что в рамках Александра Невского братства возникли две тайных монашеских общины. И так далее. И здесь представляется, что упомянутое церковно-общественное движение демонстрирует новый характер сочетания индивидуальности верующего и общинности. Я уже сказал, что их рост происходил особенно в крупных городах, где уже была утрачена, не существовала связь с приходской сельской средой, которая тогда была главной социальной базой российской церкви. Здесь церковно-общественное объединение успешно и очень интенсивно осваивали новую социальную среду. Причем это происходило именно в ответ о начавшееся гонение. Эти объединения можно было бы считать зародышем новой приходской жизни, которому не суждено было развиться из-за репрессий. Опыт жизненного мученика в плане церковно-общественного устроения это опыт самопожертвования ради защиты церковного достояния, опыт самой широкой взаимопомощи и материальной, и интеллектуальной, опыт выхода этой помощи за пределы своих общин. И здесь напрашивается прямая параллель с первохристианскими общинами, которые к концу 3 века взяли на себя самые широкие социальные функции в античном полисе, хранили мертвых во время эпидемии, заботились о вдовах, кормили сирот и подобное. Еще одним важным моментом, который обращает на себя тема новомучников в нашем контексте, это практики повседневной жизни верующих христиан этого периода. Ведь именно изучение жизненных практик помогает нам ответить на вопросы, что именно делалось для сохранения церковной жизни, что считалось в свете этого особенно важным, а что считалось менее важным. На примере нескольких монашеских и смешанных общин, то есть состоявших из монахов и из мирян, мы можем выделить следующие поведенческие стратегии. Во-первых, следует прежде всего упомянуть бытовую маскировку собственного монашества, церковности и так далее. Ну, более-менее ясно, в чем она могла бы выражаться. Еще одним важным моментом было отношение к светской работе. В рамках этой поведенческой парадигмы наставники требовали от монашествующих или мирян исключительно тщательного добросовестного отношения к своей работе. Мотивом такого отношения могла быть или просто христианская добросовестность в случае с мирянами, или даже восприятие советской работы как монастырского послушания для монахов, то есть исполнение ее как работа, исполняемая для Бога и для своей монашеской общины. Еще одним важным аспектом практик может быть при выборе в том числе работы и вообще в отношениях с советской повседневностью действовал принцип, который мы могли бы обозначить как принцип аскетической прагматики. Согласно ему было позволительно только то, что позволяло сохранять правильный духовный настрой или чистоту христианской совести. Так, например, один из руководителей 30-х годов, духовный руководитель, ныне прославленный как новомученик, советовал своим ученикам избегать работы на фабриках или крупных предприятиях, поскольку тамошняя атмосфера могла вредить духовному настрою его подопечных. Следствием такой поведенческой стратегии стало парадоксальное явление. Носители ее оказывались перед благоприятными перспективами социализации в советском обществе. Фактически речь шла об инкультурации, о вхождении членов этих общин в окружающую социальную культурную среду. Конечно, у этого процесса существовали достаточно серьезные ограничения, в частности, беспартийность, собственно, практически, естественно, всех верующих, о которых мы говорили. Но от этого их собственная позиция в отношении социальной среды не менялась. Сохранить духовную жизнь, жизнь во Христе, можно было лишь продолжая жить и в тех условиях, никак для нее не предназначенных. Отмеченные стратегии повседневного поведения работали на достижение именно этой сверхзадачи. Причем, как представляется, стратегия инкультурации новомучеников, вхождения в социальную и культурную среду, открывает нам еще одну важную черту их опыта. Среда советского города имела слишком мало общего с традиционным православным бытовым укладом, с той характерным для дореволюционной России. Однако это, как мы видели, не отпугивало новомучеников. Они входили в эту бесхристианскую и бесцерковную среду, как в печь огнем горящую, и продолжали оставаться в ней христианами, преображая ее. Формы жизнью отступали на второй план, и вспоминалось, что христианство может оставаться живым и действенным в любых формах. В этом еще один аспект, как представляется подвиг новомучеников, показывающий, что ими остро переживалась универсальность благой вести. Русскую церковь много увлечали в приверженности к национальным формам христианства, но опыт новомучеников и исповедников российских показывает, что для них предельно актуальной стала именно универсальность, всеобщая открытость христианства. Я опущу вопрос раздела, посвященный интеллектуальному наследию новомучеников, и перейду, собственно, к краткому резюме моего сообщения. Думается, что опыт новомучеников свидетельствует именно о жизни во Христе. И так она осознавалась как главная неприходящая ценность, ради сохранения которой стоит жертвовать многим. Она создавала новые формы церковных объединений, реализовавших себя в христианской взаимопомощи и в выходе для этой помощи за пределы общин. Она, вопреки всему, входила в современную им культуру, свидетельствуя об универсальности христианства. Она была тем сокровищем, что только и можно было передавать своим детям через домашний апостолат. Думается, что это аксиология новомучеников, и есть и главное нам завещание, требующего нашего внимания и осмысления. Но из этого внимания к жизни новомучеников, а не к формам их смерти, как мне представляется, следует еще один вывод. Вывод, важный в контексте осмысления нашей современной практики прославления новомучеников и исповедников российских. Представляется, что очень важно перенести внимание с документов смерти, то есть прежде всего со следственных дел, на которых сейчас строится большая часть материалов в рамках подготовки к канонизации, и, как было сказано выше, документы смерти, так сказать, как правило, лгут, как и отец их, отец лжи, на документы о жизни, то есть прежде всего на сохранившееся, по крайней мере, в каких-то крупицах, церковное предание. Естественно, с определенным критическим к ним отношением, к этим документам церковного предания отношения. Спасибо. Спасибо.